МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии працуе Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Оборона интересов працеванных – главная задача профсоюзов. Сегодня выники этой работы и перспективные планы обмерковали на пленуме. У полевых умовах и навод экстремальных белорусские воротовальники проверяют свои профессийные навыки. А у школах распочались мероприемства у рамках одного дня безпеки. Головная задача – навушить правилам и сформировать беспечное осеродие. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Гомельский областный выканавший комитет стал переможцем республиканского конкурса на лепшую практику деятельности органов местной улады по реализации державной культурной политики по выниках 2018 года сирот выканкал областного узровня. Летость в регионе было проведено множество мероприемств, которые не всегда останутся в памяти жахаров в области. Например, на умоцевание позитивного имиджа у Гомельщины, повышение цикавости до ее вытворческого потенциала, духовный спадщины сприял конкурс брендов. В каждом районе в области выбирали, с чем ассоциируется район. В Брагине – это метеорит, который находится в местном музее. В Гомеле – палацово-парковый ансамбль и экономический форум. В Ельском – фестивале «Грай-гармоник». В Добрушском – белорусский фарфор и многое-многое иншее, что обязательно стоит видеть каждому гостю нашего гостинного края. Жахарам в области действительно есть, чем гонориться. По-новому, в год Малой Радимы загучали мероприемства, накеровано на популяризацию самобытных региональных культурных традиций. Например, в Октябрьском районе прошел 10-й юбилейный фестиваль «Бирагиня», на который приехали самые талиновитые фольклорные коллективы Беларуси, а так само России и Латвии. И, видимо, тяжко уявить культурное житие региона 2018 без международного фестиваля хореографического мастерства «Сожский карагод» и форуму этнокультурных традиций «Клиш по лесу». Награда действительно высокая, поскольку, хочу сказать, что уникальность ее заключается в том, что у данного конкурса республиканского нет ни первых, ни вторых, ни третьих мест. Есть одно единственное. Вот и называется «На лучшую практику работы органов местной власти в отрасли культуры». Вот это место в этом году, по итогам 2018 года, досталось Гомерскому полсполкому. Это очень отрадно, почетно и ответственно. Нагадаем, переможцам республиканского конкурса «Город культуры» по выниках минулого года признаны Гомель. 2019 год дау старт справоздачно-выборча кампании у организационных структурах Федерации профсоюзов Беларуси. У центра уваги реализация новой кадровой концепции, принятой Советом Федерации в лепени минулого года. Об этом и не только ишла размова сегодня на пятом пленуме Гомельского областного объединения профсоюзов. Зараз до подписания рыхтуется областное погоднение по межвыконавшей уладой, профсоюзами и наймальниками на 2019-2021 годы. Документ основотворный для трех боков. По сутности, он вызначает взаимодействие социальных партнеров на всех узровнях. Тому профсоюзы настойваются на умове, как для наймальников документ носил не рекомендационный характер, а обовязковый до выполнения. Так будет обеспечена действия обороны интересов работников. В 2018 году этим занимались правовые инспекторы. Нередко справы трапляли в суд. 14 человек было восстановлено в рабочих местах своих с нашим участием в судах. Более 256 тысяч возвращено незаконно удержанных средств. И во всех делах рассматриваемых в судах более 85% были решены в пользу работников. Результаты неплохие, но в то же время я считаю, что недостаточно и надо работать над этим направлением очень плотно и в этом году. На пленуме огучены и пропановы на будущем, до приклада об необходимости включать в коллективный договор нормы о протяге контрактов с добросумленными работниками на максимально мягчимый термин. А если на предприемстве саправды необходима оптимизация, то процедура скорочения штата должна проводиться с назначенными выплатами, с захованием социальных гарантов с боку наймальника и с предоставлением вольного дня для пошуку працы або перенавышания по новой специальности. Зимовый экстрим сегодня у Гомеля начались трехденные республиканские споборництвы по шматборью выротовальников по шуковой выротовальной работы. Проверить свои силы съехалися 10 команд с всей Беларуси, усяго около 70 человек. Об нечеканных заданиях и первых складанностях бородьбы сюжет Марины Джалой. Усяго за два дни удельникам треба пройти целых 100 этапов, справиться с незвычайными ситуациями, умовно выротовать человечество, вырошить складанные задачи, отпрацовать до автоматизма тысячи элементов. На протяжении двоих суток они будут выполнять поставленные задачи в течение 30-40 километров без сна и отдыха. Различные задачи, которые будут ставиться перед ними, это, конечно, закаливает их принимать правильное решение в экстремальных ситуациях и правильное решение при ЧАЭСах. Конечно, спасатели после каждого этапа откладывают для себя какие-то умения, навыки, чем формируется наш настоящий спасатель. Все это для того, чтобы при выполнении реальных доручений не разгубиться и не потратить на роздум ни одного лишнего им гненняя. Причем команды не ведут, какие миновиды перешкоды им нужно будет переодолеть, або и каждое задание будет выполняться с риском для жизни. Первый этап – самый массовый. Усе семь команд одночасовые выходят на старт. Задание – наладить переправу прозраку. Оно складается из некоторых элементов, а по часу займает около полутора годин. Натирать за споборницами выротовальников не только циковали и хвалююча. Например, колено тут же, с майстрованных носилках, умовно потерпелого переправляет с одного берега на другим. Мы на занятиях каждую смену отрабатываем. Сейчас будем притворять жизнь. Я думаю, этапы будут наиболее приближенными к реальным условиям, так как ожидается, здесь будем спасать людей. На некоторых этапах, может быть, в роли пострадавших будут выступать настоящие люди. То есть это уже более приближено к реальным условиям. В споборницах у Першиню удельнейшая одна громадянская команда. Это представники туристичного клуба «Ван Дроник» с Бобруйска. Поспробовать свои силы наравне с профессийными воротовальниками – каштонный опыт. Причем команда уже не разу дельнейшила у подобных зимовых чемпионатах. Подготовка физическая к этим соревнованиям – это, наверное, половина успеха. Вторая половина успеха – это моральная составляющая. То есть, что у нас здесь и что у нас здесь. Потому что эти соревнования – это как прививка, вакцина от какой-то болезни. Мы, допустим, делаем прививку от гриппа, загоняем слабые бактерии, чтобы выработать иммунитет. То же самое эти соревнования. Мы загоняемся в эти условия, чтобы у нас выработался иммунитет и нам, может, даже по жизни было проще потом. Такий чемпионат у зиму вырешили провести у першиню. Для этого – несколько причин. Одна из них – сумная республиканская статистика по трагедиях на воде. Мы уже сдымали несколько сюжетов на эту тему. Чемпионат – лишний доказ того, что несчастное сдарение на водоемах в эту пару года – болевая кропка и для воротовальников. Тому агульная задача спооборничества – еще раз проверить не только индивидуальный, а и командный уровень подрыхтовки. Марина Джала, Валерий Хапанько, телерадио, компания «Гомель». В Беларуси сегодня стартовал «Один и день безпеки». На переданной МНС разослала жахарам краины СМС-оповещение. До саковика профилактические мероприемства пройдут в школах, университетах, гандлевых центрах, на предприемствах и инших объектах с массовым знаходжением людей. Яны накерованы на попереджении пожаров и аварий, на вучении оказания первой меддопомоги. Меркуется, что «Один и день безпеки» будет проходить в Украине двойше угод. У им будет заденечены широкиминистерствами, местные органы УЛАДы, профсоюзы, громадские организации. В научных установках Мазырского района один и день безпеки начался без лишнего ажиотажа. Метанакерованная работа по створению беспечных умов для школьников и наставников тут проводится постоянно. Причем одночасово по некоторых накерунках. С опытом работы региона ознайомился Олег Сентюров. В плане створения беспечных умов в научных установках 16-го Мазырского середину школы можно назвать узорной. Тут, саправдаюсь, на что поглядеть, починаючи от девочей системы вида назирания. На 98 камерах бачены, як пришкольный участок, так и все калидоры внутри будинка. Сегодня у администрации школы кажуть обжадание установить такую систему и в классах, что дозволит обранять правы як наученцев, так и наставников. Есть негативная со стороны некоторых учащихся такая информация, что учитель где-то незаслуженно обидел учащегося, либо незаслуженно поставил какую-то отметку. Поэтому, когда происходит запись на видеокамеры, можно всегда доказать правоту учителя и быть защищенным. Но у хау Мазельского района экспресс-линейки, звичайно, они проводятся у сельских школах, где можно одночасово собрать разом практически всех вушников и наставников. Забороненных тем нема, размолва по всем, что хвалю я. Такие состречи дозволяют не только на место выражать широких проблем, а и часто примушают молодых людей переглядеть свои поводины. Удивительное явление, когда дети собираются вместе с учителями на обсуждение этой темы, у них возникает чувство доверия. И они раскрываются, раскрепощаются. У отдела адукации, спорта и туризма Мазельского района Камы-Перекананы, что эпизодичными акциями створить в школах беспечные умовы Нельга необходимо быть накереванно учить детей реально оценивать новокольное сиродие и принимать адекватное решение. Причем это повинна быть суместная работа батьков и наставников при умове их высокого авторитета у детей. Напомню наш мат, кто в сучастных доростах, я еще памятник этой часы, когда наставник был ведьма-поважанным человеком, в всяком разе при встрече с ним необходимо обрязково было сказать «День добрый» и потекаются поспехами своих детей. У некоторых в вестках Ломенской области такие относины до наставника заховались до нашего часа. Махновецкая средняя школа установа невеликая, у всех около 80 учеников. Разом с тем, такая компактность моя и свои плюсы. Наставники добрые ведут об усим, что отбывается с наученцами о школе и за ее стенами и могут оперативно реагировать на любую ситуацию. Выпадков, когда наученцы игноруют потребования старейших, тут не памятуют. Конечно же, нужно соблюдать субординацию и никогда не ставить себя в такие рамки, как будто бы я являюсь подругой для ученика. Для ученика я учитель, взрослый человек, человек с опытом, который приходит на урок, чтобы вести урок и давать ему знания. Ученик должен это понимать. И еще одна тема, на которую сегодня звертается повышенная увага – находжение школьников в социальных сетках. Причем часто заниматься этим пытанием приходится без допомоги батьков. Когда у сельской местности низкая компьютерная письменность в доросах, не дозволяя контролировать детей, то горожане часто просто игноруют этот процесс. Разум с тем, количество деструктивных групп в интернете не сменьшается. Социальные сети нужно обязательно контролировать как со стороны родителей, так и со стороны правоохранительных, специализированных на этой работе органов. Потому что, к сожалению, действительно очень много негативной информации учащиеся получают через социальные сети. И родители многие просто об этом не знают. Поэтому состояние наших учащихся тревожности, депрессии, агрессии, конечно, в большинстве своем идет из интернета. Олег Синчаров, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Мазарский район. Завтра же Хары региона смогут звернуться с пытаниями до кировництва областной дяжь аутоинспекции. С 9 до 11 годин у отделе внутренних справ Гомельска-Гарайвы-Канкама отбудется прием грамадян. А кроме того, по номеру 51-17-59 будет працовать промая телефонная линия. На пытание, какие оттычутся деянности областной дяжь аутоинспекции, откажет начальник управления ДАИ управления внутренних справ Гомельска-Гарайвы-Канкама Андрей Гаркуша. Гололедится эмоцный ветер. Синоптики попереживают про погоршение умов на дворье. В ближайшую ночь в регионе махшим и снег. Отбудется понижение температуры по ветру. Завтра в день будет до минус 2 градусов. В вечер слубки термометров опустятся до минус 4. В пятницу зима нагадая про себя. 22 лютого будет до минус 6 в день и до 8 мороза в ночи. Без опадков. Дискомфорту дадать полночный ветер порывами до 17 метров за секунду. Водителям варта быть готовыми до заявления на дорогах гололюдицы. Не 80, а 4 по 20. Так каже про свой взросл юбиляр Тамара Коноплева. И заправды ее энергичности могут позаиздростить и молодые. Повеншовать заслуженного тренера Беларуси с днем на роженье пришли сябры, коллеги и выхованцы. Призер першинства у СССР по легкой атлеты цимайстер спорту Тамара Коноплева головных поспехов добилась в тренерской праце. Большим за полвека она подрихтовала не одного чемпиона. Сирот ее выхованок заслуженный майстер спорту, призерка двух олимпийских гульников по Асиме Борье Наталья Сазанович. Тамара Дмитриевна и сейчас не покидает тренерскую справу. Она выховывает молодое поколение атлетов Уздюшар профсоюзной организации вагонобудовничьего завода. Даритший правильный выбор профессии лечит головной удашей своего життя. Я угадала с профессией. Хотя у меня еще два образования, помимо этого. Но я угадала с профессией. Вот говорят, что такое счастье? Вот счастье, наверное, то, когда человек, мы всю жизнь работаем. Вот меня пытаются усиленно с работы передвинуть на диван, но это не для меня. Поэтому я и учеников заражаю тем же оптимизмом, тем же стремлением чего-то добиться в жизни. Гэты и иншай новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершены. Дякую за увагу и до встречи у эфиры. Эфиры телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Душили подушкой, требуя деньги. В Гомеле милиция задержала мужчину и женщину, которые ограбили пенсионерку на 500 белорусских рублей. Нанести нежданный визит криминальная парочка решила в ночь субботы на воскресенье. Ограбительница ранее помогала 87-летней пенсионерке по хозяйству, а потому точно знала, что у пожилой женщины есть деньги. От ее дома у преступницы был ключ. Знакомого она подговорила без труда, сама постояла на стороже. Мужчина зашел в дом, накинул на пенсионерку подушку, стал душить и требовать деньги. В итоге хозяйка отдала 500 белорусских рублей, после чего грабители отправились за спиртным, чтобы отметить удачу. На следующий день их задержала милиция. Установили круг лист, кто мог иметь доступ к ключам, либо посещал в последнее время потерпевшую. В итоге подозрение пало на 37-летнюю жительницу Гомельского района, которая не раз помогала пенсионерке по хозяйству. Позже выяснилось, что подсобница знала, где спрятаны сбережения хозяйки. Чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленница уговорила завладеть деньгами своего 54-летнего знакомого. Спасала свой дом и получила ожоги. в поселке Парич из Светлогорского района женщина стала тушить пожар и это закончилось для нее госпитализацией. Когда произошло возгорание, она попыталась самостоятельно сбить пламя, но оно набрало силу слишком быстро. К моменту приезда спасателей кровля деревянного дома горела вовсю. Хозяйка находилась на улице. Спасатели вызвали медиков, чтобы те оказали женщине помощь. Пострадавшую доставили в больницу, а пожарные ликвидировали возгорание. А в Гомеле на улице Хатаевича накануне пришлось эвакуировать жильцов многоэтажки. На первом этаже случился пожар. Хозяин квартиры ушел из дома еще до начала злополучных событий, а его сын остался внутри. В ходе разведки квартиры его обнаружили и вынесли на улицу спасатели. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Из-за сильного задымления проводилась эвакуация людей. На улицу пожарные вывели 16 жильцов многоэтажки, включая двоих детей. Никто из них не пострадал. По предварительной версии пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Не уступил дорогу и попал в ДТП. В Мозыре автолюбитель на Форде не пропустил Мерседес и спровоцировал столкновение. Авария произошла на трассе Бобруйск Мозырь граница Украины. Выезжая со второстепенной дороги владелец Форда не предоставил права на преимущественный проезд водителю иномарки, которая ехала по главной. От удара машина нарушителя перевернулась. Понадобилась помощь медиков. В результате дорожно-транспортного происшествия 50-летний водитель, а также 57-летняя женщина-пассажир автомобиля Форд Галакси получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы троматологические отделения. Водитель был пристегнут к безопасности, поэтому получил травмы менее тяжкие. Женщина 57-летняя не была пристегнута ремнем безопасности и травмы у нее более серьезные. А гамильчане тем временем все чаще стали проявлять гражданскую позицию. В ГАИ поступили новое сообщение о нарушениях водителей маршруток. Этот, например, поехал на Красный, причем водителю маршрутного такси номер 12 было явно не в терпеж. Перекресток на пересечении проспекта Ленина и улицы Интернациональной он проехал медленно, внимательно осматривался по сторонам. Автолюбитель, который ехал позади, передал запись в инспекцию. Теперь нарушителя ищут сотрудники ГАИ. Таков обзор происшествий за сегодня. Оставайтесь на Беларусь-4. Эфир телеканала Беларусь-4 Гомель продолжает новости спорта в студии Павел Михно. Футбольный клуб Локомотив в ближайшую субботу встретится с реческим спутником. Матч пройдет на стадионе Сдюшор номер 8 в 14.30. К слову, представители второго Гомельского клуба Зелено-Белый, Милован Капор и Дмитрий Дударь провели мастер-класс для учеников средней школы номер 59. Школьники основательно подготовились и даже устроили небольшую пресс-конференцию. На ней они спрашивали игроков футбольного клуба Гомель о кумирах, начале карьеры и о том, как стать хорошим футболистом. Гости отметили, главное – желание играть и правильно относиться к своим ошибкам. После пресс-конференции начался мастер-класс. Дударь работал с учениками в воротах, а Капор показывал упражнения для полевых игроков. Они хотят просто учиться, и это очень важно, потому что я тоже был молодежь и хотел учить что-то каждый день и играть в футбол просто. Но я очень рад, что они хотят заниматься футболом вообще. Цель таких тренингов – показать. Реальный футбол лучше виртуального. Футболисты надеются, что увидят участников мастер-класса на стадионах. Завершился мастер-класс автограф-сессии и совместными фото на память. А игроки Гомеля пообещали приложить все усилия, чтобы хорошо выступить в чемпионате страны. В Гомеле прошел открытый кубок Гомельской области по мини-футболу среди незрячих категорий Б1. В турнире участвовали команды из Гомеля, Витебской области, сборная Москвы и национальная команда Беларуси. По итогам турнира первой стала дружина россиян, серебро досталось сборной нашей страны, а третье место завоевала команда Витебского региона. Гомельчане заняли последнюю строчку турнирной таблицы. Это первый значимый турнир в истории Гомельской команды и один из этапов подготовки чемпионата Европы для сборной Беларуси. Они не все еще подтянуты спортивные, но потихонечку работаем, но есть огромное желание посмотреть, как они бегают с теми наравне москвичами, которые, эти ребята, которые тренируются с маленького возраста. Если есть кто-то услышит это, есть возможности, то на базе нашего центра мы ждем всех. Открытый областной турнир имени Юкова пройдет в Гомеле. 6 по 9 марта в областном центре соберутся сборные Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Азербайджана, Молдовы, Киргизии и Украины. Спортсмены 2001-2002 годов рождения будут бороться на призы абсолютного чемпиона СССР по боксу и обладателя хрустальной перчатки Алексея Юкова. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова